Терпение людей, как оказалось, не безгранично. И они все увереннее заявляют о своих правах, о своих интересах. Вот почему в таких городах, как Тверь, Иркутск, Ангарск, Новочеркасск, Ржев, Братск, Шатура, коммунисты получают уверенную поддержку на выборах. Только с одной партией их жители связывают свои надежды на перемены к лучшему. За КПРФ голосует все больше людей образованных, способных разобраться в происходящем. Не случайны успехи КПРФ в российских наукоградах. Высокие результаты партии на выборах в Новосибирске, интеллектуальной столице необъятной Сибири. Здравомыслящие люди, понимающие, что дальнейшее развитие России заключается не в сырьевом придатке Запада, а в том, что мы должны развивать действительно свою промышленность, свою науку. Они, безусловно, понимают, что программа КПРФ, она, пожалуй, сейчас наиболее сильная среди всех программ. Естественно, та программа, которая есть у КПРФ, она нам импонирует, потому что там все прозрачно, все видно и говорит о том, что люди действительно хотят сделать пользу для людей труда. Это первое. И второе. Получается отдача. В то же время, если когда обращаешься по многим вопросам к Единой России, не получаешь ответа. Ученые Сибири на себе ощутили глубину деградации российской науки. Особую обиду у них вызывает невостребованность научно-технических разработок внутри страны. Главной причиной этого в Сибирском отделении Академии наук считают разрушение реального сектора экономики. У ученых создается впечатление, что они невостребованы, они не нужны. Им дают зарплату, чтобы они помалкивали и не сильно возникали, но внутренняя потребность общества в научных разработках не стимулируется. Из 20 ускорителей, которые мы сделали, все 20 отправлены в Китай, только один строится где-то в России. Большая часть моих учеников, которые уже как-то поднялись, они в Америке уже. Отсутствие поддержки правительством. То есть они не сумели организовать так, чтобы наш труд был востребован в России. Наш труд востребован в Корее, в Германии, в Женеве, в Европе, в Соединенных Штатах. Скоро мы будем все высоконаучное оборудование покупать в Китае, в котором недавно еще только кеды покупали. А теперь будем покупать им автомобили, ускорители и самолеты. Во все времена обман приравнивался к предательству. Разумный и честный человек всегда реагировал на него однозначно. Вот и сегодня красивые слова крупных чиновников о возрождении, о наведении порядка, об инновациях воспринимаются лишь как очередной рекламный трюк. Разочарование и устойчивое недоверие. Этим отвечают власти граждане. Но самое главное, чтобы в нынешней власти дела не расходились со словами. Много хороших слов, но мало хороших дел. Колоссальный разрыв между реальностью и той картинкой, которую власть пытается демонстрировать. Прежде всего возмущает то, что власть пытается людей держать за дураков. Я называю наше руководство «мальчиши-плохиши». Потому что плохо делают. Говорят, хорошо, а делают плохо. Хватит болтать. Дело надо делать.